Новости на восьмом. А значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. В студии работает Александр Масликов и вот что случилось в нашем городе к этому часу. Помочь приморцам пережить поводок и быть готовым к дальнейшим дождям. Власти края анализируют ситуацию и создают аварийный запас. И безусловно сделать все, чтобы ливни, которые могут продолжаться еще в августе, в начале сентября, для нас не были неожиданностей, силы средства были готовы. Всегда готовы. Неонатологи Владивостока помогают выжить малышам, которые появились на свет раньше положенного срока. Очень высокие потребности жидкости. Никогда внешне через рот мы не сможем дать ребенку того, не можем, особенно глубоко недоношу, что он бы получил через сосуды пуповины от матери. Поднять паруса. Самая статусная регата года стартует во Владивостоке. Также в выпуске обыск и заключение. Во Владивостоке задержали руководителя наркологического реабилитационного центра «Рассвет» Дмитрия Кондратьева. Еще расскажем, что вам надо. Приморцы рассказали, что для них важно при планировании пополнения в семье. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Реформа управления в Приморье вышла на финишную прямую. В связи с переходом на правительственную форму управления губернатор Олег Кожемяка намерен переформатировать структуру собственного аппарата и аппарата самого Белого дома. Окончательный вид аппарат должен принять после 15 сентября. В настоящее время аппарат губернатора включает в себя шесть структурных подразделений, а непосредственно администрации края – четыре. После реформирования общий орган управления будет состоять из 12 штатных единиц и отделений. Администрация края намерена перейти на правительственную форму управления с 1 января будущего года. С 2020 года размер денежного содержания лиц, запрещающих госдолжности в Приморье, предполагается привязать к размеру месячного денежного вознаграждения по должности федеральный министр на сентябрь 2014 года. Эта сумма составляет около 82 тысяч рублей. Речь идет только об окладе, а помимо него начисляются дополнительные надбавки и вознаграждения. На повышение зарплат дополнительно потребуется более 200 тысяч рублей. Как отмечает первый вице-губернатор Вера Щербина, повысится заработная плата за счет сокращения других расходов по аппарату управления, а также за счет оптимизации структуры. Ну а пока одна из основных задач краевой власти – помочь приморцам, которые пострадали от подтоплений. А также продолжить работы по берегоукреплению, отсыпке дамб, созданию аварийного запаса, приобретению тепловых пушек, мобильных насосных станций, мотопомп, обеспечить нормальный проезд по мостам, подсыпы дороги. Дмитрий Беломеснов продолжит тему. Уже в четверг запада к Приморью подойдут новые атмосферные фронты. Здесь местами начнутся дожди, которые к концу дня охватят большую часть края. Пока же вода уходит из подтопленных паводкам районов Приморья, жители покидают пункты временного размещения и возвращаются в свои дома. 11 сел остаются отрезанными паводком. Подтоплены около 500 частных домов и около полторы тысячи подворий. Режим ЧС действует в семи муниципальных образованиях. В рамках своих полномочий муниципальное образование, безусловно, проведет ту большую работу, чтобы быстро ликвидировать эти последствия. Мы посмотрим, что может край оказать в этом плане. Еще раз говорю, что, конечно, необходимо учитывать этот фактор и страховать свое имущество, как это сделали некоторые граждане в Уссурийской, тогда гораздо быстрее приводить и оказывать меры поддержки. Здесь тоже самое будет рассмотрена по тому объему в каждом доме, насколько она высоко поднималась, насколько это потеря имущества, что стало непригодным. И после этого уже примутся решения. Расчищать русла рек, укреплять берега снова начнут осенью этого года. Об этом заявил Олег Кожемяка во время рабочей поездки в Октябрьский район, наиболее пострадавший от паводка. Всего с конца прошлого года расчищено почти 60 километров рек и ручьев в 18 муниципалитетах края. Как пояснил глава региона, работы начнутся осенью, когда уровень воды в реках снижается и техника может полноценно работать. В ноябре будет уже подготовлена проектно-смертная документация на большую защитную дамбу, в которой мы участвуем совместно с федеральным министерством. Это более двух километров, что позволит локализовать все эти последствия, защитить населенные пункты от наводнения. Тем временем штормовое предупреждение вновь объявлено в Приморье. В связи с влиянием активных фронтальных разделов 22 и 23 августа ожидаются сильные, а в отдельных районах очень сильные дожди. На реках южных и западных районов края ожидаются подъемы уровня воды до 3,5 метров. В целом ситуация находится под контролем, каких-то особых тяжелых случаев не наблюдается. Все это в рамках возможности муниципальных районов. И поэтому, безусловно, сейчас по итогам и по подведению анализа необходимо продолжать работу в тех районах, где введена чрезвычайная ситуация. По берегу укреплению, по отсыпке дамп, по созданию аварийного запаса, по приобретению в муниципальных районах, там, где есть денежные средства. И ПНС, которые показали себя блестяще. Где-то мотопомп и, безусловно, сделать все, чтобы ливни, которые могут продолжаться еще там и в августе, и в начале сентября. Для нас не были неожиданностей, силы и средства были готовы. А в Тихом океане в эти дни идет формирование двух тропических депрессий. Одна из них, скорее всего, превратится в мощный тайфун и пойдет в сторону края. Несмотря на то, что окончательная траектория вихря еще не прояснилась, в соцсетях жители Приморья уже высказывают самые разные опасения относительно возможного ухудшения погоды. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом. В столице Приморья прошло задержание руководителя наркологического реабилитационного центра «Рассвет» Дмитрия Кондратьева. Его обвиняют в похищении людей, незаконном лишении свободы с применением насилия. Ранее в центре умерли два пациента. В здании центра сотрудники ОМОН, полиции, УФСБ по Приморскому краю провели очередные обыски. И в этот раз руководителя Дмитрия Кондратьева задержали. Мужчина обвиняют в похищении людей, незаконном лишении свободы. Все с применением насилия. Делом занимается следственное управление СК РФ по Приморскому краю на данный момент. Реабилитационный наркологический центр «Рассвет» закрыт. Все пациенты отпущены на свободу. Напомним, в апреле в центре «Рассвет» умер пациент. Затем появилась информация о гибели еще одного человека в стенах центра. Руководитель центра Дмитрий Кондратьев отрицает причастность к трагическим случаям и уверяет, что в центре используются исключительно гуманные методики. Мы будем пристально следить за развитием событий. Приморье заняло 22-е место в общероссийском рейтинге доступности топлива. В Приморском крае на усредненную зарплату можно купить 884 литра АИ-92 по цене 43 рубля за литр. Среди регионов Дальнего Востока у нас 8-е место по количеству литров на среднюю зарплату. Первое место в рейтинге, который составлялся по данным Росстата, занимает Ямало-Ненецкий автономный округ. 2080 литров может купить его житель при средней цене бензина 41 рубль за литр. Второе место у Москвы почти 1800 литров. Четвертую, пятую и шестую строки таблицы занимают сразу три дальневосточных региона. На четвертом месте по стране и первом в ДВФО Чукотка. Более полутора тысяч литров при цене 56 рублей за литр. Затем следует Магадан и Сахалин. Далее следует Камчатка, за ней Якутия. Хабаровский край занимает 14-е место в общей таблице. Отсюда счет уже идет менее чем на тысячу литров. На Дальнем Востоке по доступности топлива хуже, чем в Приморье, только в Забайкалье, еврейской автономии и Бурятии. А общий российский рейтинг замкнул Дагестан. Транспортную карту во Владивостоке теперь можно приобрести и на площади Семеновской. Помимо этого, карту можно купить на верхней площадке фуникулера, в диспетчерской травае на остановке Мингородок, в диспетчерской троллейбуса на остановке Автовокзал. Стоимость транспортной карты составляет 100 рублей. Пополнить ее можно в любом отделении и терминальной структуре Сбербанка, в банкоматах, информационно-платежных терминалах, а также через ресурс Сбербанк Онлайн. Стоимость проезда по единой транспортной карте составляет 23 рубля. Как и в случае с банковскими картами, пассажиру необходимо лишь коснуться карты терминала. По единой транспортной карте можно совершать не более 15 поездок в течение суток. Восьмой канал Владивосток принял участие в 12-м заседании под комиссией по сотрудничеству в области СМИ Российской Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Вместе с восьмым каналом в российскую делегацию вошли представители Первого канала, РТ, Российской газеты, Комсомольской правды, ТАСС и другие отечественные масс-медиа. Мероприятие прошло в Харбине. В план Российской китайской медиакорпорации в цифровой сфере на 2019-2020 годы вошло более 120 мероприятий. Это проведение медиафорумов, книжных ярмарок, пресс-туров, журналистских конкурсов, обмен теле- и радиоконтентом, студенческие обмены, совместное производство ряда фильмов, сериалов и даже мультфильмов. А в рамках российской китайской телевизионной недели, старт которой дали в Харбине, были заключены соглашения о сотрудничестве между телекомпаниями из Приморья и Бурятии с коллегами из китайских регионов, а также с компанией SPB, TV и шанхайским телевидением. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, сразу после которой. Что вам надо? Приморцы рассказали, что для них важно при планировании пополнения в семье. 30 тысяч лье под водой. В сентябре во Владивостоке состоятся соревнования по морской робототехнике «Аквароботех-2019». Поднять паруса. Самая статусная регата года стартует во Владивостоке. Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. Что вам надо? Приморцы рассказали, что для них важно при планировании пополнения в семье. 30 тысяч лье под водой. В сентябре во Владивостоке состоятся соревнования по морской робототехнике «Аквароботех-2019». Поднять паруса. Самая статусная регата года стартует во Владивостоке. Приморцы рассказали, что мотивирует их завести ребенка. Соцопрос среди жителей края провел Департамент информационной политики. Одни из ключевых факторов, которые учитывают жители нашего региона, это наличие жилья и финансовая стабильность. Чуть более 40% людей, оставивших свое мнение в комментариях, сейчас имеют одного ребенка, но хотели бы не менее двух. Впрочем, специалисты обращают внимание на то, что большинство участников не осведомлены о мерах поддержки для семей. На сегодня это 26 выплат и компенсаций. Еще один инструмент, который в самое ближайшее время станет доступен приморцам – программа «Дальневосточная ипотека». Кредит будет выдаваться по 2% годовых молодым семьям и участникам программы «Дальневосточный гектар», которые собрались строить дом на земле. Справедливо отметить, что среди участников опроса и те, для кого помощь государства стоит на втором месте в вопросе пополнения семьи. Респонденты пишут, влияет только то, что оба в семье хотят родить ребенка. Рожают для себя, а не для кого-либо. Ребенок должен родиться не из-за выплат от государства, а когда этого хотят родители, когда он желанный для них. Мнение населения имеет ключевое значение для реализации в Приморье нас проекта «Демография». Подобные опросы будут проводиться на регулярной основе. Дать свою оценку можно на официальном сайте администрации Приморского края. А вот для тех, кто уже сделал важный шаг, главными на какой-то момент становятся врачи-неонатологи. Именно эти специалисты наблюдают за новорожденными, а также помогают выжить малышам, которые появились на свет раньше положенного срока. Во Владивостоке сегодня созданы все условия, чтобы поддержать жизнь даже в 600-граммовой крохе. Как работают такие методики и к чему надо быть готовым родителям недоношенных младенцев, расскажет Светлана Садовая. 700 граммов, 500 граммов. 10% от всех рожденных детей появляются на свет недоношенными. Такими считаются малыши, появившиеся на свет раньше 37-й недели беременности с весом ниже 2,5 килограмм. Чтобы такой ребенок выжил, требуется организация специального ухода, температурного режима, влажности, уровня оксигенации, вскармливания при необходимости проведения интенсивной терапии. А эти дети еще зачастую не могут дышать сами. То есть у них легкие и незрелые. Все знают уже, сейчас, наверное, даже большинство нашего общества знают, что существует такое вещество, как сурфактант, которое спасает, которое начинает вырабатываться после 32-х недель беременности. Ну, несколько раньше, но качественно выходит на качественный уровень после 36-ти. Но помимо этого еще сами легкие и незрелые. То есть они анатомические, если мы посмотрим на срези, на анатомию легких, то они не готовы к тому, чтобы дышать. Современная медицина позволяет выхаживать детей с самым крошечным весом – 500-600 граммов. Применяя различные медикаменты, закрытые и открытые кювезы, неонатологи создают для малыша оптимальные условия максимального создающего ощущения нахождения в утробе матери. Следующий момент. Эти дети все, ну, грубо говоря, вот ребенок внутриопдробно, у него весь обмен, все питательные вещества поступают через пуповину. Когда он родился, особенно глубоко недоношенный ребенок, он не может есть. Даже вот у него материнское молоко, молозиво, все об этом о пользе этого знают, но он не может съесть тот объем, и у него очень высокие потребности жидкости. И никогда внешне, через рот мы не сможем дать ребенку того, не можем, особенно глубоко недоношенным, что он бы получил через сосуды пуповины от матери, через плацентарный вот этот вот замечательный обмен. Поэтому ставится всегда какой-то катетер, он может быть периферический, он может быть венозный, он может быть попочный и так далее. И ребенку он начинает проводиться инфузионная терапия. Недоношенные детки появляются на свет, не завершив важный этап внутриутробного развития. Поэтому им необходим особенный уход и контроль за их состоянием. В большинстве случаев малышам приходится находиться в детской реанимации от 7 дней до 4 месяцев, в зависимости от степени недоношенности. Конечно, каждой маме хочется оказаться со своим крохой дома как можно раньше. Но если врачи настаивают на дополнительном контроле и нахождении в медицинском учреждении, стоит к ним прислушаться. Мамы не медики, да, то есть, может быть, 10% всего лишь мам медики. И мамы, которые далеко от медицины, они немножечко не понимают, что происходит с их детьми. И за счет этого мы с ними разговариваем и доносим до них, что происходит с их детьми, что им сейчас необходимо в ту или иную минуту, зачем это нужно, почему это нужно. То есть, мы это все рассказываем, и порой раз бывают такие мамы, что приходится не один раз говорить про их состояние и что зачем ему делается. Для детей, рожденных раньше 34 недели, характерна сильная незрелость пищевого тракта. Поэтому их питание и скорость набора веса сильно отличаются от показателей детей, доношенных до этого срока. Дети, появившиеся на свет с 27 по 34 неделю, имеют незрелую легочную систему, поэтому в большинстве случаев дышат с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Кормление таких малышей осуществляется через зонт в течение ближайших 3-4 месяцев. У нас в год только 800 транспортировок. То есть, здесь их гораздо больше проходит, потому что они не только поступают по нашим машинам, но еще и извне поступают. И по скорой бывают такие случаи, но сейчас это все минимизируется. То есть, мы в основном детей всех забираем на себя, а скорая практически с ними не работает. Ну, из дома бывают случаи, что поступает ребенок. Степень недоношенности ребенка во многом определяет скорость набора им веса и роста в последующие месяцы. Незрелость нервной легочной пищевой систем не позволяет крохе в первые месяцы жизни быстро прибавлять заветные граммы. Но к трём месяцам процессы стабилизируются. Малыш к году догоняет сверстников, рожденных в срок. С 7 месяцев она у меня родилась. С 7 месяцев. Какая масса? 800 грамм. То есть, экстремально низкая масса тела, набирается? Да, сейчас подправляемся уже, всё хорошо. Сколько уже? Ну, у нас там неделя голодания была. 900 грамм. Вот сейчас мы ветернушим. Хороший, да? Да. Как долго здесь уже находились? Ну, вот 16 числа мы здесь. 16 июля. Ну, уже почти месяц, да? Ну, уже почти месяц, да. Без недели, да. Дети, рождённые раньше срока, задерживаются в больнице значительно дольше, чем их доношенные сверстники. В зависимости от состояния ребёнка, длительность пребывания под присмотром врачей может колебаться от 7 дней до 6 месяцев. Решение о выписке принимает врач, оценивая состояние малыша. Ещё одним важным параметром для выписки недоношенного младенца является умение родителей ухаживать за крохой и возможность обеспечить ему все необходимые условия. Страшно сама, конечно, ситуация страшная, что так получилось, что сюда попали. Но здесь очень хорошие врачи. Они смотрят, любят, лечат. Ну, как бы видно, что идём на поправку, всё хорошо. Я надеюсь, только нам лучше. Недоношенность – не приговор. Современная медицина творит чудеса, выхаживая малышей, рождённых с массой от 500 граммов. При правильном врачебном уходе, чётких и слаженных действиях родителей, малыши, рождённые раньше времени, в течение первого года жизни догоняют сверстников и мало чем от них отличаются. Светлана Садовая, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. В сентябре 2019 года во Владивостоке состоятся соревнования по морской робототехнике «Аквароботех-2019». Приём заявок на участие уже прекращён. В первом этапе соревнований примут участие 11 студенческих команд. Он пройдёт в бассейне на территории морского университета имени адмирала Невельского. Второй этап первенства пройдёт на открытой воде в Амурском заливе с 16 по 21 сентября. В нём примут участие расчёты силовых ведомств, а также команды разработчиков и производителей морских робототехнических комплексов. Среди заданий – обследование вертикально распределённых объектов, осмотр бонно-сетевых заграждений и линий подводных коммуникаций, обследование подводных частей корабля, обследование донной поверхности акватории, поиск объектов и выполнение подводно-технических работ. Самые сложные задания – обнаружение и посадка на выдвижные устройства подводного ангара, приём и выпуск необитаемого подводного аппарата. Чемпионат Приморья по баскетболу расширит географию участников. Футбольный клуб «Луч» начинает шествие в Кубке России. Самая статусная регата года стартует во Владивостоке. Все подробности у Максима Яковлева. Чемпионат Приморья по баскетболу расширит географию. К такому решению пришли члены Общественного совета «Спартака Приморья» совместно с представителями Баскетбольной Федерации. В последнем сезоне в чемпионате Приморского края принимали участие 8 команд. Из них всего одна была не из Владивостока. При этом успешно действующие центры развития баскетбола есть в Уссурийске, Находке, Россеневе, Спаскидальнем и в других населённых пунктах. Команды из этих городов и сёл уже пригласили в турнир, теперь всё зависит от них. В случае расширения в соревнованиях появится новая интрига и здоровая конкуренция. К слову, сам чемпионат Приморья в связи с этим может поменять формат. Была предложена идея туров, чтобы сразу несколько игр проводились в одном выбранном городе, который бы менялся каждую неделю. Как отметили специалисты, всё это позволит открывать новых потенциальных звёзд местного баскетбола. Футбольный клуб «Луч» начинает борьбу за Кубок России. Уже 21 августа приморцы проведут первый матч в рамках этого ежегодного турнира. На стадии 1-32 «Жёлто-синие» сыграют с клубом «Чита». Встреча пройдёт в гостях у нашего соперника. Стоит отметить, что победитель этого матча выйдет в 1-16 финала, где сыграет с одним из клубов Премьер-лиги. После жеребьёвки противником «Луча» может стать «Динамо», «Урал», «Рубин» и «Ростов». Команда, проигравшая хотя бы раз на этой стадии, сразу покидает турнир. Напомню, Владивостокский клуб до этого был в призёрах Кубка России только в сезоне 2013-2014, когда занял третье место. Во Владивостоке готовится к старту главная регата года – Кубок залива Петра Великого. Эти соревнования для всех классов крейсерских яхт проводятся в Приморье с 1987 года. Сегодня в них принимают участие лучшие яхтсмены со всех уголков России. А всё потому, что в рамках Кубка проводится также официальный чемпионат страны по гонкам в классе «Конрод-25Р». За 10 дней, что будет идти регата, спортсменам необходимо будет поучаствовать в четырёх коротких гонках на акватории Амурского залива, а также в трёх длинных стартах протяжённостью в несколько сотен миль. Нестабильная приморская погода с одной стороны прибавит проблем участникам, а с другой сделает регату интереснее и экстремальнее. Торжественное открытие Кубка залива Петра Великого пройдёт на базе яхт клуба «Семь футов» 23 августа в 19.00. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок ещё раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Реформа управления в Приморье вышла на финишную прямую. Окончательный вид аппарат региональной власти должен принять после 15 сентября. Помочь приморцам пережить поводок и быть готовым к дальнейшим дождям. Власти края анализируют ситуацию и создают аварийный запас. Обыск и заключение. Во Владивостоке задержали руководителя наркологического реабилитационного центра «Рассвет» Дмитрия Кондратьева. Приморцы рассказали, что для них важно при планировании пополнения в семье. Наличие жилья и финансовая стабильность – одни из ключевых факторов. Врачи-неонатологи Владивостока помогают выжить малышам, которые появились на свет раньше положенного срока. 30 тысяч лье под водой. В сентябре во Владивостоке состоятся соревнования по морской робототехнике «Аквароботех-2019». На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала, во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. Как будет выглядеть столица Дальнего Востока после апокалипсиса? Россияне смогли увидеть мрачный сценарий будущего Владивостока в трейлере нового сериала «Горизонт». В двухминутном эпизоде показан горящий центр Владивостока. Истребители над бухтой «Золотой Рог» и разрушенный русский мост. Сюжет сериала заключается в том, что на города обрушивается эпидемия неизвестного вируса. Небольшой группе людей все же удается выжить. Они укрылись в специальном бункере, где на протяжении трех лет ученые и военные пытаются создать вакцину от вируса. Отметим, что исполнитель одной из главных ролей Илья Маланин уже снимался во Владивостоке в фильме «На районе» вместе с Данилой Козловским. Трейлер к сериалу «Горизонт» смотрим вместе и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Желаю отличного настроения. С вами был Александр Масликов. Увидимся на восьмом. Продолжение следует...